Знаете, вот эти вот истории, что Запад начнет войну, мы просто настолько устали от того, что Запад наоборот играет в эту дебильную игру, нет эскалации. Но и в некотором роде они доигрались. И вот сейчас вот такая вот тема прошла в СМИ, что, мол, Зеленский потребовал от Байдена передать ракеты «Тамагавк». Хорошие ракеты. Идея утопична на первый взгляд, и все хихикают по этому поводу. Но, знаете, мне кажется, идея правильная. Почему? Вот, внимание. Этот вопрос, кстати, был задан и Лаврову. Ждут ли они «Тамагавки»? Я «Тамагавки» не жду. Я жду ракеты «Гром-2». Наша. Made in Ukraine. Ну, и опять же, мы не можем заниматься гаданием на кофейной гуще, тем более гаданием на той субстанции, которой иногда пользуется президент Украины. Но то, что его требование «Тамагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Это правда, что они не в восторге от этого предложения. И, может быть, действительно у них там оторопи. Но она пройдет. Почему? Значит, требовать на «Тамагавки» это, конечно, классно. Я, знаете, поддерживаю чисто в политическом плане такие запросы. Потому что просить «Тамагавки», может быть, получишь разрешение на использование атак МС на всю глубину, на которую они могут полететь. То есть, 300 километров, хотя там много разных модификаций, есть те, которые летят дальше. Вопрос в чем? Вот американцы, они такие, какие они и есть. После выборов в любом случае будет динамика новая, и мы об этом сегодня поговорим на стриме. Вопрос в другом. Значит, в Штатах, в Белом доме отторопь, ну, предположим, что это так, она пройдет по той причине, что фашистская Россия без каких-либо слов на тему эскалации, не эскалации, передали Северной Корее технологии по производству ракет «Тополь-М». Вот, собственно, и все. Которые полетят на фактически всю глубину, в случае чего, Соединенных Штатов. Летят они на сколько-то, на 17 тысяч километров. Последние испытания, ну, они успешны. Это значит, что они взяли российскую ракету, перекрасили ее, поменяли название, поменяли, может быть, в некотором роде траки на этой машине, и все. И получился северокорейский, как же его там называют-то? Ага, «Хвасонг-18» или «Хвасонг-19». Так что отторопь она быстро пройдет в рамках дискуссии про ничью. Опасна эскалация конфликта. Почему ухватились за неких северокорейцев и прочих, хотя на линии фронта ни россияне, ни украинцы, ни мы их там не видим. А как помогает там Северная Корея, Беларусь, об этом знают только Россия и мы. Но это грозит эскалацией, раздувают этот факт. Он все-таки себе не изменяет, потому что мы видим. И американская разведка тоже видит. Мы все видим и все знаем. Вопрос, как их отправлять на концерт Кобзона. Я вообще не знаю, если северокорейские солдаты попадут в ад, а они туда попадут, потому что они захватчики. Они смогут насладиться концертом, пением Иосифа Давыдовича. Или тут будут какие-то проблемы, нужен будет переводчик. Хотя в Пекеле, то есть в Аду, возможно, там этот вопрос решен по-другому. Страдать и мучиться будут все. Они его раздувают для чего? Чтобы окончательно надавить на Европейский Союз и увезти войска НАТО в этот конфликт. Нам в Европе это надо? Нам это не надо. Это ни Россия, ни Украина, ни нам, и вам тоже, евразийскому континенту, это не нужно. По мнению Лукашенко, так называемые Стамбульские соглашения, почему так называемые, потому что соглашений нет. Это чисто такая, знаете, словесная конструкция, которую продвигает Кремль. Мол, там договорились, и вот это основа для заключения реальных соглашений о перемирии, о мире и так далее. Я не уверен, что нам это подходит. А в принципе, и не это соглашение в конечном счете будет базовым. Я даже подозреваю, что никакого соглашения не будет вообще. Но тут Григорьевич, видите, как давит вот этот вот страшный, ужасный Запад. А иногда кажется, что он мягкий и на пол шестого. Местами так. Так будет не всегда. Вот эти вот истории про то, что НАТО введет войска в Украину. Да, введите хоть что-то. Хотя бы перестаньте экономить на ракетах и бомбах. Ну, это просто говорит о том, что как вот они это позиционируют. Мол, мы тут все миротворцы. Но чтобы разобраться, кто тут миротворец, тут, да, это важные, важные показания от Лукашенко. Он их снова изменил. Врунишко. Ну так надо двигаться. Надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи. Ни в чем не повинных людей с двух сторон. Хитрый, смелый Григорьевич. Опять серпом по***ть. Мы о своих потерях знаем. Но тут что мы только что услышали? А, потери с двух сторон. Кто бы мог подумать. Оказывается, российские оккупанты умирают. Российские и северокорейские умирают. То есть, отправляются на концерт. Как только начинаем разговаривать с кем-то, так Россия напала, Россия виновата. Что я заметил в последнее время в переговорах с Западом. Они наконец-то начали понимать мою формулу, когда я им говорил, не бывает так, что если конфликт с двух сторон, одна сторона виновата. Обязательно в чем-то виновата и другая. Виноваты обе стороны. Но сегодня вопрос не в причинах. Потом разберемся с причинами. И Лукашенко тоже считает Путина агрессором. Путина и фашистский российский народ. Ну, тут они друг друга стоят. Потому что Беларусь вся сейчас работает на обеспечение российской армии. И снарядами, и военной техникой. Потом будем говорить о причинах. Но если уж говорить о причинах, вот у меня в памяти два вопроса. Я им задаю вопрос. Почему, когда Лавров вам рвез предложение, вы не ответили России? Да что вы, господин президент. Да они же говорят, вот привезли на одном листочке, там непонятно что. Я говорю, а почему вы на этом одном листочке, таком же, такого же цвета, желтого, голубого, не ответили России? Ну, вы взяли и ответили им, точно так. Вы же не ответили. И дело не в листочке. Действительно, дело не в листочке. О чем говорит сейчас Лукашенко? Он говорит о том, что в 21 году, в декабре, МИД РФ отправил письмо в европейские столицы за подписью, ну, Лаврова, ну, по факту Путина. И там было написано, НАТО должно сократиться до линии 1997 года. И, внимание, на этот листочек НАТО не ответило. Это действительно так. Они подумали, что кретин. Тебя это касается? Это не твоего ума долбаного дела. На самом-то деле. Страны сами определяют, хотят они в НАТО или в АДКБ. В АДКБ такое впечатление никто не хочет. Некоторые хотели бы выйти, но думают, возможно, это чревато. Вот после того, как на этот листочек не ответили, Путин напал на Украину. Вы нормальные? Вы хотите, чтобы НАТО сократилось? Так нападайте на НАТО. А НАТО тем временем за два с половиной года взяло и расширилось за счет Швеции и Финляндии. А эти ребята почему-то об этом вообще не вспоминают. Никогда. А знаете почему? Потому что это чисто проигранная история. Путин просто поел и теперь уже ни на Швецию, ни на Финляндию он не рыплется. Ну, я думаю, в России и Украине люди еще остались разумные. В Украине это прежде всего удивитесь военные, которые хотят закончить эту бойню. Любой нормальный человек хочет окончания войны. Абсолютно любой. И приятно, что Лука понимает, что украинские военные умные, а российские, про российских он ничего не говорит. Хотя, как тут выяснилось, тысячи погибают со слов Лукашенко с двух сторон. Ой, неужели тезис потери нет? Он сильно устарел. Ну и на сладкое. Моя любимая тема. С какой стороны готовилось нападение? Вот вы, суагрессор и так далее, с вашей территории россияне зашли на территорию Украины. Я так в шутку говорю. Это к Зеленскому вопрос. Почему путь в восточную Россию оказал, что-то через Киев, короче. Да, действительно, у нас шли учения очень масштабные на юге Беларуси. Учения закончились. Россия нашла выводить свои войска по югу, вдоль границы Украины, выводить свои войска. Половину были выведены. Займитесь вопросом, со временем это станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев. Они уже в предмесяцах Киева были. На окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились, начали давить на Путина. Да вот все, договоримся, не будем и так далее. Отвели войска от Киева. И что потом? В Киеве войска были. Захват столицы – это крест. Что это, военные не понимали в России? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Вот она, новая версия. Путина спровоцировали, и они хотели отправиться на Донбасс через Киев. Но под Киевом они получили люлей, и поэтому были выведены российские войска. Именно так. Никаких других причин нет. Все эти рассказы о том, что вот они зашли, столица пала, это брехня. В этом виде спорта Александр Григорьевич большой чемпион. Не всегда нравится. Генералы хотели сдаться Путину. А почему не сдались? Скажи, фамилия этих генералов? Или ты опять это выдумал? Во время своего балансирования по этой оси зла между Рашкой и Китайской народной республикой. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Пишите в комментариях, что думаете по поводу ничьи. Поговорим сегодня об этом на стриме. Не про ничью. Ничьи не будет. Это тоже ясно и понятно. Поговорим о новой динамике войны после 5 ноября. После выборов в Штатах. Там еще Джозеф 3 месяца будет рулить. Многое может за это время измениться. Мое мнение такое. Ну в общем обсудим. Главное с вас подписка. Встречаем сегодня вечером на стриме. И конечно же самое главное что понимают военные преступники и Лукашенко и конь в смысле ларов и даже Путин. Украина была есть и будет. До зустречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok